Итак, это видео больше для ребят школы, для тех, кто может собирается в школу, но в любом случае, ребят со школы, давайте присоединяйтесь, и тот, кто хочет нарабатывать ООП. Вот смотрите, Сергей Асачий начал писать на двух языках, он начал, по-моему, через полгода писать. Где-то около года он копался в Котлин, в Пайтон, а потом вышел с Жанга, Киви, все, а потом вышел за пределы. То есть, вполне нормально, что, а что-то делать на Котлин, все верно. Теперь надо нарабатывать свой стиль программирования. Для начала я направил Сережу посмотреть шаблоны проектирования, то есть, какие вообще бывают, что люди делают. Да, вот, допустим, Джанга, это тоже один из шаблонов проектирования, модель представления контролер, и их на самом деле очень много. Надо от чего-то брать. Ну, Сережа начал работать, а теперь я хочу в этом видео его немножко направить, что бы я ему порекомендовал делать. То есть, а другие ребята школы, вы же тоже, вот Сережа взял телефонный справочник, да, вы можете брать все, что угодно. В принципе, все будет у вас сходно, да, мы поговорим сейчас, мы поговорим сейчас о пути, который я рекомендую. Ребят, никого не слушайте. Во время обучения вы всегда выбираете путь full stack, full stack. То есть, разработчик полного stack. По сути дела, что это для вас должно значить? Вот, Сереж, сейчас вы меня поймете, потом к коду вернемся, и код надо будет немножко по-другому писать. Значит, смотрите, всегда, всегда вы должны думать о таких вещах, что у вас будет соединяться некий объект, да, в виде классов Python. Пусть это будет, я потом объясню еще некоторые вещи. То есть, в виде классов, да. В виде классов. Потом, вы обязательно думаете о серверной части. Сервер. Это если есть желание. Сервер. Вы обязательно думаете о мобильной части. Мобильное приложение. Если мобильное приложение... Мобильное. Значит, по сути дела, давайте составим... Сереж, смотрите, сейчас рассмотрим, но теперь набросаем список. Это вы все делали, вы все это знаете. Просто сейчас это все надо собирать до кучи, да. По сути дела, ООП, да, но сейчас мы будем ООП. Давайте, вот, ну, вот это мы посмотрели. Давайте возьмем другой шаблон. Вы взяли справочник. Давайте я сначала немножко пойду. Вот этот код, вы сейчас то, что делаете, то, что делаете, это правильно. Делайте все, что вам помогает. Чтоб, ребята, видели? Все, что вам помогает. Только надо немножко тут изменить, потому что self не виден. Вот эти все вещи, они не видны, да. Немножко лучше, наверное, сбрасывать dark. Значит, первое, сейчас пойдем, с чего надо начать. Сейчас я то прочитаю. Первое, давайте начнем сначала. Python вы уже пишете, да, но теперь разбираемся с абстрактными классами. То есть с базовым абстрактным классом разберитесь, что есть что. С двумя вещами, АБС и с методом, да, абстрактные методы. То есть вот эти все вещи надо сейчас расписать, описать и уложить в голове. Это первое, с чего надо начать. Почему я дал Сергею с абстрактных классов? А все очень просто. Понимаете, ведь очень сложно на самом деле. Человек говорит, ну, что писать, не знаю, да. Как вот учиться правильно? Правильно учиться следующим образом. Вот Сережа что взял? Да, он молодец, но задача мелкая. А здесь не получится поработать на самом деле с ООП по-серьезному. Почему? Потому что это телефонный справочник, да. По сути дела, когда понимаешь телефонный справочник, то приходят мысли, в принципе, все это можно реализовать на обычных функциях. А нам надо размах больше, чтобы мы вынуждены были применять ООП. Чтобы было таким способом, что другое не могло бы применяться. Поэтому, Сереж, первое, вот ваш телефонный справочник, он малюсенький. Первое, я вам сказал, вы берете, допустим, АТС, 15 АТС, да, в разных городах. Зачем я это вам предложил? Когда у вас будет 15 АТС, понятно, что с функциями вы тут уже не полезете. Это будет фигня, короче, да. То есть, по сути дела, вы начинаете соображать, ага, надо, наверное, работать на классах. По сути дела, вы будете вынуждены вычленить нечто одинаковое во всех 15 АТС, ведь они какие-то типовые, да. И написать абстрактный класс на 15 АТС, да. А второе, сейчас, значит, первое, Сереж, что вы делаете? Первое вы делаете, это то, что мы говорили. Сначала расписывайте абстрактный класс, сбрасывайте в группу, чтобы было видно, что вы понимаете, как все, как обычно. Второе, посмотрите в интернете, да, если вы взяли АТС, да, с чего состоит. Вам не надо там брать полностью АТС, вам надо упрощенный вид. Важно, чтобы это был размах, чтобы вы были вынуждены работать с ООП. Это одна из задач. Вторая задача, чтобы наработать какие-то свои привычки программирования, нам надо включать полный стэк разработки. То есть, мы должны быть готовы к чему? Давайте посчитаем. Первое. Реализовать на классах, да. На классах все представление. Все представление. То есть, по сути дела, то, что вы сейчас плавно распишите, я потом подправлю, да, где-то вам накидаю задач, потому что у вас АТС будет включать определенный функционал, создание номеров, вот, включение вашей телефонной книги, будет еще куча других функций, да, которые надо будет реализовать. Реализовать на классах все представление. Второе. Вот этот вот вывод сейчас только для учебы. То есть, вот эти все вещи, принт, 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 здесь уже убираем. У вас должен быть цельный конгломерат, то есть, цельная программа, все методы заканчивающиеся на вывести, да, а показывать вы будете уже, вот я хочу, чтобы вы здесь поискали, но, по крайней мере, по минимуму, вы должны будете включить с машинного обучения библиотеку Pandas. То есть, выводы у вас должны быть не просто Retro, да, а Pandas, например, да, то есть, по сути дела, все 15 АТС очень удобно будет вывести в разных городах в виде определенного списка, да. Она очень простая. То есть, я вам подкидываю задачу. То есть, по сути дела, в виде определенного списка, там готовые шаблоны услышали меня, да. То есть, по сути дела, кроме классов, я хочу, чтобы вы в своих занятиях сейчас включили искусственный интеллект. интеллект. По крайней мере, мы определились сейчас с библиотекой Pandas, то есть, вы ее будете включать потом, да, для вывода данных, и так далее, и так далее. Потом, если будет желание, когда мы это реализуем, подумайте о серверной части. То есть, конечно же, у вашей АТС должен быть свой сервер и свое мобильное приложение. Значит, у нас тут подбавляются еще мобильные приложения. Значит, у нас тут, так как серверная часть, у нас подбавляется тут библиотека Django. У нас подбавляется тут по минимуму это какая-то мобильная библиотека. Лучше я бы хотел, чтобы вы сделали это все на Kotlin потом. Это значит, у нас здесь подбавляется API REST. Это значит, что многие вещи нам, возможно, будет удобнее реализовать при помощи передачи JSON, кроме IP, да. Это значит, что нам, возможно, понадобится AJAX. Но я рекомендую все-таки здесь не лезть в сам AJAX. А самая простая реализация – это Джу Керри, которая уже в себя включает методы AJAX. То есть, смотрите, у нас получается действительно полная разработка. Вот хочу, куда я вас направить. Теперь по первому домашнему заданию, да. То есть, сообразили, да. Но, по ходу, дальше разберемся. Итак, сейчас ваша задача пока спроектировать общую задачу, да, из чего будут состоять ваши АТС. А я там вам, не переживайте, набросаю еще функционалов целую кучу. Просто надо, чтобы вот именно сейчас вы думали, пока в таком ключе. И давайте еще, что мы в Python должны с собой... Давайте-ка, я хочу, чтобы вы еще, кроме этого... Что вы должны потренировать? Нам надо Википедия. Так, это немножко не то. Давайте возьмем без разницы объекта. Значит, смотрите, смотрите, по сути дела, когда вы будете сейчас реализовывать свои классы, вам надо будет думать, какие-то методы будут закрытые, какие-то открытые. То есть, по сути дела, инкапсуляция, ну, тут спорный вопрос, как она есть, нету в Python, это не Kotlin, конечно, но тем не менее, абстракцию вы уже будете, да. Наследование у вас будет, да, но по сути дела, вам надо будет хорошо поработать с методами. Какие-то методы будут доступны только из класса, какие-то методы будут открытые. То есть, вот это я хочу, чтобы вы наработали навык. И этим начали думать, да. Это у нас будет первый этап. Потом, когда будут написаны классы, мы начнем думать над производительностью. Почему? Потому что сначала вы будете писать что-то одно, да. Потом мы будем уже решать, нам надо производительность в каких местах высокая. Допустим, где надо высокая производительность, будем реализовывать это при помощи словарей. Но при этом надо учитывать будет. Я хочу, чтобы вы уже сейчас вот начали включать. Ага, если закрыто, может это должно быть кортежем, может быть это должно быть кортежем и в словаре. То есть, здесь это уже потом, да, сначала просто. Вот эти навыки я хочу, чтобы вы начали приобретать. Как их приобретать? Брать и начать писать. Потихонечку, шаг за шагом, вы напишите это приложение, а я вас буду потихонечку направлять. Ребята, школы другие, берите, сбрасывайте в группу, делайте, но делайте свое. То есть, когда пройден определенный путь, и вы уже знаете, что такое там Python, начали изучать Котлин, кто меня слушал, да, то теперь надо уже нарабатывать свою разработку. Как ее нарабатывать, ребят? Брать и писать код. Вот так вот, как Сергей, шаг за шагом, так все получится обязательно. Почему? Потому что он выработает свой стиль. Да, он посмотрел шаблоны, но пока он не окунется в сам код, пока не начнет проходить сам процесс вот этой сначала планирования, потом использования методов. Сереж, теперь подумайте, я вижу, что пока вы используете очень мало методов, да, мало методов, а мы с вами изучили целую кучу методов магических, да, с двумя нижними подчерками. По сути дела, вот эти методы нам желательно их сейчас как раз таки применять. Где-то обычные методы, ну, но применять. И так далее, и так далее. Иными словами, сейчас надо брать и писать. Пока вот что есть хорошего у Сергея, вот он все делает на своем опыте. Но вот пока человек не начнет проходить процесс планирования сам, потом не начнет проходить процесс вот в этом планировании, чтобы расписать эти классы. А расписать класс, как я сказал, первая задача это взять большую задачу, чтобы... Потому что если мы смотрим на справочник, что такое телефонный справочник? Тьфу! Да, да, много функционалов, но по сути дела сразу закрадывается мысль, что проще написать на функциях. А нам нужна задача, чтобы просто на функциональном программировании это было бы обременительно, это было бы невыгодно. Для этого мы берем, расширяем задачу до максимума, берем сеть АТС. Это я повторяюсь, но еще раз хочу повториться. То есть мы берем сеть АТС для того, чтобы мы были вынуждены применять ООП. Не забывайте, что наша задача сейчас отточить очень много вещей. То есть первое то, что вы делаете, это так как вы ищете свой стиль программирования. Да, вы познакомились с шаблонами, но все это на данный момент для вас как бы в стороне. Код шаблонового проектирования там, вы тут. То есть можно сколько угодно на них смотреть, но никогда вы их не поймете, пока не начнете писать нечто свое. Вот, нашел правильное слово сейчас. Значит, делать так, чтобы вы были вынуждены применять. Сначала я вас направил на то, чтобы вы познакомились с шаблонами проектирования. В принципе, здесь вам желательно бы сейчас разобраться, что такое интерфейс. То есть, по сути дела, как раз вот для тех ЭТС, которые вы сейчас там придумали себе, интерфейс как раз бы подходил. Так, шаблонами разобрались. Теперь, дальше. Это мы подводим итог. Итог получается. Так, секунду. Не то это мое. Еще, еще, сейчас соображу. Я тут немножко отлегся был, поэтому, возможно, сейчас повторюсь. Итак, Сереж, смотрите. Вот есть две строчки. То есть сейчас вы делаете план. По сути дела, вот эти две строчки для вас должны стать основными. Из каких частей состоит система, в чем состоит ответственность каждой из ее частей. То есть, по сути дела, сейчас ваша задача спроектировать проект. Вот, допустим, ваша телефонная книга – это одна из частей. И написать ее цель. Мы с вами решили, что у вас, если уже ЭТС, то будет не меньше 15 в 15 городах. То есть, вы уже вынуждены будете расписать, что из себя будет представлять ваша ЭТС. Дальше посмотреть на все 15 ЭТС и выделить общее. Общее. И уже по этому общему создать первый абстрактный класс, основной, базовый, да, который будет, в принципе, определять ЭТС. Здесь вы должны будете столкнуться со следующим. Я помните, вас направлял Диму на ГВАС на Киви, да, Киви как раз уроки в школе, где я говорил, очень хороший метод, который позволяет включать новый код без проблем. Вот это надо будет вспомнить. То есть, по сути дела, каждая ЭТС должна быть спроектирована таким образом, абстрактный класс и методы, чтобы вы могли в любой момент, в любой месте все дополнить. Потом, не забывайте, когда у вас будет готов план, вы напишите первый абстрактный класс, не забывайте, на что я хотел бы, чтобы вы обратили внимание в процессе своего развития. Основная ваша цель – наработать некий свой опыт, опираясь на шаблоны проектирования, да. То есть, я вам давал познакомиться с шаблонами, думаю, паттерны, иными словами, паттерны. То есть, у вас раньше этого не было, сейчас у вас появилось уже первое понимание, я смотрел по вашим сообщениям паттернов, да. То есть, допустим, в вашем конкретном случае ЭТС хорошо было бы понять, что такое в Python вообще представляет интерфейс. Почему? Потому что это упростит. То есть, по сути дела, мы могли написать базовый класс просто как класс, а мы бы могли написать базовый класс как интерфейс. То есть, по сути дела, вот, допустим, пульт от телевизора – это интерфейс, да, который, в принципе, управляет всем телевизором кучей функций, да. И подумайте, вот есть у вас ЭТС, а как они будут управляться? Конечно же, было бы удобно здесь разобрать, что такое интерфейс. Значит, добавляем вам к домашнему заданию, кроме того, что я дал разобраться, что такое интерфейс. Но именно тогда вы вот и увидите, да, что интерфейс к вам как раз подходит. Следующее, я хотел, чтобы, проходя все вот это нарабатываю, вы бы подумали, это я повторяюсь, но чтобы вы услышали все-таки, чтобы вы включили то, что требует современный мир. Например, китайцы во всем Китае сделали на Python распознавание лиц. Вас оно не касается, но, тем не менее, искусственный интеллект у вас может быть включен. Ну, по крайней мере, как я говорил в самом начале, что ваши 15 ЭТС очень удобно будет вывести в таблицы, используя простые алгоритмы библиотеки Pandas. Создание потом номеров, оно должно быть автоматическое. То есть, грубо говоря, я бы хотел, чтобы вы, кроме базовых знаний ООП, начали использовать то, что наработано людьми, то, что называется искусственным интеллектом. Там, в принципе, все по алгоритмам, но потихонечку с этим познакомились. Кроме того, если будет желание, я вас толкаю на то, что когда будет написано ваш ЭТС, ваша книга, то, в принципе, у нее должен быть сервер. Ведь все ЭТС должны быть связаны, да, каким-то образом. То есть, вам понадобится джанга, вам интересно будет написать мобильное приложение. Здесь у вас зацепляются такие вещи, как API, JSON, джукери, да, это берем самые простые вещи, которые, в принципе, необходимы любому разработчику. Иными словами, я вас толкаю, что во время обучения надо всегда работать с полным стэком, чтобы вы не смотрели большими глазами на тот же JSON, чтобы вы не смотрели большими глазами на простые вещи GC, да, а тут уже для вас это будет вполне понятно, что где-то лучше будет реализовать. Вот так будет правильно поставлено ООП. И напоминание другим ребятам школы. Ребят, ну это Сереж выбрал, вот я смотрел, я ему дал задание, вот смотрел, делал, делал, но смотрю, начал двигаться. Начал двигаться. Вот сейчас мы пока формулируем задачу. Другие ребята школы, кто хочет более подробно разобраться в ООП, значит, берем, сбрасываем свои задачи и в группу. Я направлю, но делать будете вы. Только так, другого пути нету. По сути дела, начиная, вот Сергей правильно делает, он собирает себе разработчика. Единственная моя задача направить, чтобы побольше на что обратить внимание, то есть, ну это все будет по мелочам. Это все видно только из самого кода. И, Сереж, то, что я говорил, смотрите, то есть, то, что вы сейчас вот написали, да, в первое. Да, вот у вас везде принт, 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 да, это можно все делать, да, но, по сути дела, у вас должен быть сейчас, по сути дела, подумайте, вы сейчас пишите библиотеку, в которой должно все друг с другом быть связано. И, по сути дела, основным задачам, основная задача, чтобы вы уже подумали, как я сказал, при помощи Пандас, там есть другие библиотеки визуализации, то есть, все-таки, давайте визуализацию делать каким-то образом более сложным. Ну, все, делайте, там по ходу разберемся, все, все нормально, все, что делаете, все это правильно, все, что чувствуете, вам помогает, но будем потихонечку усложнять задачу, чтобы она была широкая. Ребята, кто начал с этого урока, начинать надо с сайта spb.ru, это для новых, да, проходим Python, Django, делаем много уроков для самостоятельной работы, а потом занимаемся. Тех, кто занимается в группе, я направляю. Спасибо за доверие, все получится.